Слово имеет Эрхан Налкасы, заведующий международным отделом СК Компартии Турции. Дорогие товарищи, у меня для вас есть две хорошие новости. Во-первых, я буду в кратерах. Во-вторых, мы ожидаем новую социалистическую волну в мире. Октябрьская революция – это самое серьезное историческое явление во всей человеческой истории. Это результат длительной борьбы рабочего класса за освобождение и равенство. Мы здесь, на этой встрече, получили приглашение от РКРП. Не только для того, чтобы просто посидеть мероприятие, а для того, чтобы обсудить, как именно Великая Октябрьская революция повлияла на нас сейчас. Мы хотим поблагодарить РКРП от Коммунистической партии Турции за организацию этого мероприятия. В общем, мы можем подытожить, как революция может стать светом, может стать поводарем сейчас. Я разделю свой речь на две части. Первое – о периоде строительства социализма после революции. Начнем с первой. Прошло сто лет с того времени, как был установлен капитализм и началась эпоха революции. До этого была только предыстория человечества. Продолжая начатую Россию революцию, Китай продолжил ее, и они выступили вместе против объединенного фланга буржуазии, прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки. Пытались предотвратить развал соцлагеря, но не получили. После Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, началась милитаризация общества, и изменения были очень необратимы. Во время империалистической войны по переделке мира, ни одна коммунистическая партия… Ампериалистическая война – это война против рабочего класса, прежде всего во всем мире. Коммунистические партии должны были принять позицию и принять участие в социалистической революции. Второе – то, что и сделали большевики, они должны распространять идеологию и идею освобождения рабочего класса среди него самого и как можно шире. Третий момент – это объяснение причин и последствий экономического кризиса, которые несет за собой война. И воспользоваться кризисом, как возможным моментом для интервенции социальных идей. Четвертое – как и случилось во время Велико-Октябрьской революции, авангард пролетариата должен взять в свои руки борьбу против всех классов и прослоек, которые их угнетают. В-пятых, Октябрьская революция дала возможность освобождению всем угнетенным классам, именно показалось только в социальной революции, это можно сделать. Каждый человек может освободиться только благодаря освобождению рабочего класса в войне против империализма. В-шестых, у революции нет национальности и государства, но она происходит там, где к этому готовы социальные и исторические условия. В-шестых, необходимо построение интернациональной линии движения и поддержки. Сейчас необходимо создать новый центр, в котором будут сосредоточены изучение всего опыта исторического и современного международного движения, коммунистического. И последнее. Все уроки, которые мы получили от этой революции, должны быть использованы, потому что она является залогом прогресса. И является основой для будущих побед. Из этого следует, что социальная революция, социалистическая, построена на стратегии. Должна быть построена на стратегии. Прежде всего, на борьбе рабочего класса против буржейсии. Необходимо использовать марксистскую идею о борьбе рабочего класса за свои правы. Второе. Прежде всего, идея должна быть в том, чтобы экспроприировать частную собственность у капиталиста. Начиная с 1929 года, без СССР с 1939 года, без СССР не было бы возможно отбить фашистскую атаку. Третье. Проект дальнейшего развития и работы, он не простой, и он не может быть написан легко. Но все партии должны принять участие в его создании, в обработке опыта, который есть, и понять причины возможных поражений. Четвертое. Образование новых советских республик и соцлагеря по итогам Второй мировой войны – это огромный опыт и огромная волна социалистических преобразований по всему миру, которые тоже надо учитывать. В-пятых. Коммунистические партии должны продолжать борьбу коммунистическую против империализма по всему миру. Мы должны принять участие в борьбе за мир и поставить конкретные революционные задачи, которые необходимо достигнуть. Четвертое. Советский опыт говорит нам, что капиталу никогда не сдаться просто так. И не всегда есть шанс того, что он вернется обратно, даже если он, кажется, уже побежден. Коммунисты сегодняшнего дня должны продолжать бороться за те же идеи, которые и раньше, используя опыт 100-летней давности. Да здравствует социалистическая революция, да здравствует интернационал, да здравствует социалистическая революция.